когда желание нормально девка то есть я так вот дотронуть ну приоткрою двери то есть максимум что я делаю то есть но там очень много моментов молнию подскажи вы решили там до конца изображать из себя эту мачо мистер стальные яйца то есть я бы сказал что ты знаешь там ну джентльмен не джентльмен я считаю мужчина должен проявлять себя в других ситуациях как бы если я сейчас но немного не галантен возможно когда мы мы будем с тобой там любимыми например если она уже мне это замечание сделала и грязь я щас немного не дам ну не галантен по-твоему значит возможно когда ты будешь моя любимая женщина я буду там тебя носить на руках неважно я считаю что мужчина должен проявлять себя в других момент если случится какая-то проблема и она например спрашивала какие моменты он должен решить эту проблему да там из этом свою и свои любимые же не то есть показывает что в принципе можно там целую тему задвинуть что готов поспорить а было много мужиков которые открывали перед тобой дверь бегали там сиси-пуси открывали дверцу в машине наливали чай но в итоге в какой-то ответственный момент они просто съебались и ничем хорошим это не кончилось но если коротко мужчина познается в других вещах ну вас это не должно парить если вам хочется вы это делаете если вам не хочется вы это не делать вот основной момент основной посыл ну захотели вот реально девки купить цветы да купите вы и цветы потому что это будет от ну а души она эти цветы дольше простоят потому что вы искренне хотите чтобы ими было приятно они потому что к свиданию я не взял цветы как же так не должно быть такого то же самое с дверью с чем угодно если я хочу я делаю если не хочу не делаю вот и все юра не хотел бы не знаю там слушать эту хуйню и вот он взял встал ушел девушка иду по арбату и к нам походит бабушка и предлагает купить своей девушке цветы и потом смотрят тебя так а я это личный враг каждой из этих бабушек у них иначе так сука это он они на меня все злы как не знаю кто и ты чё чё в этот момент исполкать дискомфорт это вот такая социальная херня да ты не купишь своей девушке это же бизнес индустрии они на вашем вот этому дрочерстве зарабатывают бабки как все отчета одну розу ты чё нахуй девушка такая у тебя ты и одну розу хочу три там не знаю что ты ты слышал что вообще ну надо дарить 5 там он берет 5 а вот те 6 в подарок ну 6 не дарит понимаю 6 это на похороны возьми 7 не знаю но там это же прикол это как тот чувак который наконец-то перестал ко мне подходить на манежке который здрасте с праздничком там есть короче чувак вот там и зимой и летом он раздает иконки какие-то такие бумажные под предлогом что это из храм это и из хрена и с праздничком и ты душу заебись подарок ну там из храма с праздничком то есть спасибо о ну типа и начинает как-то задвигать что как бы это надо бы за бабочки купить то есть там сколько сможешь да но я больше чем уверен что это нихера не из какого храма и этот чувак храму не имеет никакого отношения и он сука меня реально бесит каждый раз вот подходил подходил потом уже видимо и насколько я на него огрызался он уже перестал на вид такой здрасте но и этой серии вот про цветы если хочется ну купи но это если она начинает там что-то обычно вот так вот там купите цветы нет нам не надо спасибо все берешь телку да 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 то есть девка с каждой не не надо если она действительно на воспитанная нормально какая-то еще у меня было такое я познакомился на камергерском с девушкой она какая прикольная блин милая просто и шла бабуся только она не ко мне я прям бабу сюда гнал гудай цвета я уже девка отпустил догнал просто подарил цветы не знаю но мне захотелось смелее смелее нужно я начну часто ли к вам подходят ознакомиться на улице мужчины не щелкайте пожалуйста ручками я мало хожу по улице просто так возможно со мной нет с тобой раньше подходили больше наверное когда я была чуть моложе хорошо хотелось бы чтобы подходили мужчины на улице чаще мне не менее нет как и замужем я да хорошо ты не замужем если мы были не замужем мне наверное да это получается да конечно дальше если вы сидите и познакомились с мужчиной он предлагает разделить счет как вы к этому отнесетесь негативно мне тоже отрицательно это зависит от возраста мужчины и он вашего вам 18 ему 20 или вам не не зависит на мой взгляд не зависит бы мужчина пригласил он оплачивает не зависит даже если он не пригласил это более традиционный более традиционный вариант в нашей стране наверное когда все-таки мужчина платит за женщину он обязан вы не готовы если допустим мужчина вам понравился заплатить за него или разделить нет он замыли у него не хватает денег я я готова вопрос какова цель вам понравился если после этого у него шансы резко снижаются я заплачу я разделю счету если не привязан к результату однозначно нет но вот если разделим попала мне мне кажется здесь зависит от ситуации действительно сложившиеся они бывают разные и как ты относишься к этому мужчине и в конце концов может повлиять то что сколько денег у меня сейчас с собой мало ли какие обстоятельства бывают вот это очень важно я например я действительно ослась ситуацию нас я я очень часто забываю деньги действительно прям вот у меня очень их мало день я может быть и хотела но извини я не могу но пускай то что мужчина мог там волноваться потому что ему действительно понравилось там бегом бежать что-то там цветы не цветы прийти надо думать надо думать на мой взгляд надо как-то это уже хорошо давайте следующие вопросы на третье свидание это норма на первом на третьем на бывало всякое открыт ребята да то есть и ты же понимаешь что дело не в тебе да в мужчине если мужчина он же должен проявлять инициативу да и все остальное согласно если он классные и хорошие все так сложилось ну это же не совсем смертельно если секс получился на первом свидании я скажу так почему нет отлично слушай уже прям я вас уже люблю обеих да уже захочешь захотелось потратить 15 на свидание чего он не должен делать только честно я говорю говорю не я сейчас я сейчас приду просто на самом деле мы вот коллега которого не пустили он психолог даже психиатра психиатр и на самом деле как бы мы вот естественно обсуждали с молодым человеком к ему подошел мы обсудили эту ситуацию и он сказал очень хорошую вещь что человек должен быть искренним ты будь собой и все как бы все очень просто да да нет нет какая разница очень очень признательно за него вот это это все же надо ну вот в кассу еще спрошу то есть если ну допустим мужчина с тобой пришел на свидание и он волнуется то есть это и есть ну как бы ты даешь ему там дальше шанс то есть или ты решил что должен сказать что он может волноваться конечно это волнение мужчину то есть при это признак слабости или не признак слабости то есть дальше ты рассматриваешь этого мужчину как бы ну рядом как-то с собой или ты решил что он пришел сразу должен себя как стержень там вести и все там но здесь уверен больше вопрос опыта мне кажется мужчины надо чаще ходить на свидание может быть нет даже не все что ходить на свидание автор конечно конечно он хорошо ходить и на свидание как тогда к тому что ты ходишь каждый на свидание ну да твой выбор пожалуйста ну хоть и мне кажется излишняя самоуверенность иногда наоборот отталкивает на свидание почему может сложиться почему что у него как раз слишком много слишком много девушек с которыми я не буду говорить так нет я могу еще вопрос еще вопросы ребята трогать ну да трогайте прикасаться просто какой-то и минимальный контакт взять за руку обнять там мне кажется он возникает в первые минуты общения ты понимаешь приятен тебе человек или нет и если он возьмет тебя за руку ты сразу поймешь приятно тебе это нет там в кино не знаю там вода человек когда дорогу переходите за ручку допустим тебя есть молодой человек и он помимо тебя часто подходит к незнакомым девушкам и начинает общение ну смотря для чего он это делает у меня я я никого не истеричка которая вот собственно там а что а кто это а зачем ну может быть это назвать не ревнивая но как бы не знаю ты соцсети реальные знакомства то есть со своим мужем я познакомилась в интернете все понятно тебе бы больше понравился если мужчина подошел к тебе на сейчас со строй абстрагироваться от мужика на улице или в интернете чтобы ты больше оценили на улице но скорее реальнее это все-таки как бы у нас жизнь такая что хотелось бы чтобы на улице опять же на улице наверное не рассматриваем другие до варианты магазин вот здесь в коридоре это имеется ввиду контакт прямо в живую не то есть вы отдали бы предпочтение в живую конечно на приятнее видеть вопрос кто должен быть главным отношением а мужчина мужчина почему-то у вас раз почему иногда бывает так что женщина пытается вот занять как главенствующее положение и начать его как-то вот с чем это как по вашему мнению связано потому что мужчина позволяет так обращаться отлично еще с чем может быть связано что у нее в семье было так модель поведения конечно мне кажется это половины у большинства семей в три минуты девчонки у большинства у большинства семей вот в советском союзе как вот как это пошло это очень распространенная модель у меня родное моя моя мама рада их вопрос вовсе нущет замужем да то есть бывают этот случай когда вы замечаете за своим мужем что он перестал проявлять себя как мужчина то есть группа ли расслабился то есть ваши действия какие этому как вы стимулируете это чтобы но мужчина пришел форму то есть но вот бывает такое что некоторые девочки жалуются подругам меня там вообще то есть я уйду от него то еще он как бы не может быть бывает ли у вас случае когда вот но мужчина расслабляется не выполняет какие-то обязанности мужские там не про секса вообще вообще да то есть там превращается в овощи там с пультом от телевизора и как как женщина себя ведет так ну да то есть что происходит вообще в семье то есть он там увидишь чтобы там на работу стал позже вставать что-то еще там ну как-то тебе там лишнее слово не скажет там что-то еще короче приятный как вот его стимулировала допустим у меня есть такой пример среди знакомых ваших у вас нет у вас прям мужики всегда в идеале юр но она пыталась как-то вызывать его на разговор обсуждать с ним эти моменты когда не помогала ну доходило уже вплоть до до измен то есть ей просто вот нужно было до вызвать ревность до того то что он как думать лежит здесь и никуда не делится я думаю что с точки зрения женщина это такой действенный бывает способ вызвать ревность сделать что-то на зло еще два вопроса подожди ты уже сейчас такой вопрос если его девушка признакомство в этом у меня есть парень вот стоит ли настаивать на дальнейшем продолжение знакомства и вот как бы настолько честно девушка отвечает это значит что ты не понравился с первого взгляда с первых секунд я подходил на гитме испарин телефон все равно не даю а завтра был офигенский сумасшедший я не согласна что на мерке это какой-то ради проверки что что нужно настойчивость я думаю нет это какие-то девушки-мазохистки редкий какой-то случай а себя мужчина не люблю ну как бы у нее действительно нет парня либо там есть какой-то друг над нелюбимым мужчина и она все равно говорит есть парень не знаю мне кажется это не причина для того чтобы остановиться и не делать ничего у вас очень приятный голос вам стоит продолжать девушка не знаю мне кажется мало ли что бывает допускаете ли вы то что если даже парень есть но вот возможно вы там уже давно как-то ищите повод с ним расстаться да ну чё-то вот уже по привычке там с ним а тут классный какой-то молодой человек и возможно это ваша любовь там и так далее допускать или что можно подзабить на того парня сходить хотя бы чая попить узнать и там и так далее да допускает да конечно но она тогда в этом случае не скажет себе что у нее есть парень или кто-то есть попробуй но скорее всего если она в тебе заинтересована даже если у нее там кто-то есть она тебе не озвучит что не испарина зачем кто-то озвучит кто-то не озвучит по твоей логике я девушка пришедший с мужем на вечеринку там какой-нибудь не знаю данила козловский подходит и ты такая раз кольцо в карман ну и такое бывает если женщина если женщина в этом заинтересована туда и такое бывает в чем секрет длительных крепких счастливых отношений между мужчиной и женщиной взаимоуважение все все взаимоуважение доверие 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 вы считаете нужным залазить к мужу в его аккаунт в его телефон вот нет никогда я знаю что многие женщины это делают но я считаю что что может быть но можно же додумать он он живой человек он общается там с какими-то старыми подругами я могу смотреть в какой-то не знаю банальной дружеской переписки что-то такое но у женщин богатая фантазия что может сломать нам обоим жизни зачем-то для считает ну короче женская мудрость не но я чем крепче меньше знаешь крепче не нас согласно вот прям от меня последний вопрос что как мне одна девушка сказала если мой мужчина кого-то наклона я прям цитирую наклонил в командировке лишь бы я об этом не знала потому что я считаю что ну есть вещи нет смотрите здесь как бы получается как то есть самое главное сохранить это так понимаю отношения и вот это семью там или просто отношения и как бы и соответственно каждый идет на определенные может быть жертвы или какие-то уступки и для каждого это разно кто-то допустит измену кто-то скажет категорическое нет все ты предатель как бы и и все а потом через некоторое время подумает что а может быть и не все ну как бы вам огромное спасибо если тебе понравилось это видео ты можешь меня отблагодарить поставив лайк и обязательно подпишись на канал чтобы посмотреть мои видео первым не забудь посмотреть предыдущие выпуски увидимся а